Вот такая. Так вот категории это сами умения человека связывать подлежащее сосказуемое субъект с предикатом. Не видно языка. Вот так давайте. Сами умения человека связывать подлежащее сосказуемое наше умение мыслить. Умение мысли. Умение связывать слова в предложение. И вы знаете, если мы посмотрим на категории нашей мысли, оказывается, что есть не так много этих умений. И Аристотель, и Канк, он перей там больше выделял, но пришли к выводу, что их всего 12. Всего 12 всеобщих понятий связывают нашу мысль в интимное целое. Вы не пугайтесь, я это не спрашиваю никогда. Знаете, это неплохо для наблюдений. Более подробно там. Позже об этом говорят. Причем совершенно независимо от нашей эволи. И вот, ну я по Канту там, не потому, что я сторонник его, просто у него очень так школьно все. Самая простая схема, ложная Канта, не значит, что она самая хорошая, ну, не то, что самая хорошая, не значит, что она самая совершенная, ну, нормально. Он все категории свел в такую табличку, как и Кристос сделает. Свел в такую табличку. Категории группы качества, категории количества, категории отношений и категории модальности. код качества. Так, посмотрим. В каждой из этих групп первая, самая простая, реальность или бытие. Ну, бытие, можно сказать. Реальность. Отрицание. То есть, не бытие. Ну, если соединять реальность с отрицанием, что будет? Ограничение. Ограниченная реальность. Реальность, отрицание, ограничение. Да, ограничение. Это все в группе качества. Реальность, отрицание, ограничение. Мы мыслим о каждой вещи, что она либо есть, либо нет. Либо она находится в каком-то переходе от небытия, от ее ограничения, либо от бытия, от небытия. Универсальный способ мышления о любой вещи, о любом предмете. Да? Нет. Реальность, утверждение. Отрицание. Умеете вы утверждать? Умеете что-нибудь утверждать свои мысли? Так, точно. Умеете. Это означает, что вы мыслите тот или иной предмет с точки его реальности. Умеете вы отрицать? Да, это значит, что вы мыслите тот или иной предмет с точки зрения или под категорией отрицания, негации. Умеете вы ограничивать? Собственно, в сознании есть деятельность, ограничение яд. Значит, у вас, вы мыслите его со всех этих трех позиций. Так? Вы в состоянии что-то сделать с этими вашими умениями? Нет. Они просто вам дны, предписаны. Вы из них рамки куда-то можете? Естественно. Пойдемте дальше. Группу количества, да? Пойдем в группу количества. Ну, первичное, самое простое количество. Единство. Да? Противоположность единства. Множество. Единство. Множество. Третье. Ну, множество единства. Бесконечность. Мы-то комментируем конечную сказали. Множество. Ну, конкретное. Ограничение. Целокупность. Конечно. Целокупность. Или чтобы было вам еще понятие число. Число. Канг говорит целокупность. Вот правильно сказать по Кангу. Целность. Единство. Множество. Целность. Ну, а еще будет проще сказать число. Единство. Множество. Целокупность. Вы мыслите вещи с точки зрения единства, да? Мыслите. Мыслите мир с точки зрения множества. Мыслите. Мыслите с точки зрения цельности и вещей численности. Мыслите. Правда, не все так хорошо это умеют делать. У вас есть другие способы мышления? Выйти за рамки и куда-то думаешь? Нет. Ваше мышление определенным образом организовано. Отношения. Это более сложные категории. Более сложные. Слово такое субстанция. Слышали? Очень хорошо. Субстанция то, что имеет бытие в себе самом. Субстанция то есть самостоятельное бытие. А несамостоятельное бытие то, что присуще субстанции называется словом акциденция. Итак, первая пара субстанции это акциденция. Акциденция. Как в линию. Тут более сложно я говорю. Субстанция. То есть вы мыслите любую вещь. Что говорите, что вот это глатное это сущность в этой вещи. а все остальное это признаки. Согласны? Это вообще ваш способ мышления любой вещи. Вы выделяете существенное и вторичное. Один тип отношений. Это мы о категориях отношений говорим. Второй тип отношений. Этот вам понятен. Причина и следствие. Причина и следствие отношений. Следствие. Наконец, третий тип отношений. Взаимодействие. Когда мы говорим в причине и следствие мы имеем в виду, что вот это главное, вот это вторичное. А вот то есть третий тип ну это такое не забывайте сейчас себе эту голову. То есть третий тип отношений это отношения не субстанции аэкциденции то есть присущности не причинно-следственные а отношения равных взаимодействия отношения равных взаимодействия группа категории модельности сейчас отмоделируем и пойдем на обед группа категории модельности можете сказать можете сказать о вещи что она может быть может не быть может не может возможность то ли дождик то ли снег может есть может нет понятно мысли тебе вещи с точки зрения этого слова они могут быть могут не быть а в